Субтитры делал DimaTorzok О тех 12 пунктах, которые нужно обязательно учитывать, если вы хотите получать системный эффект И в любом сложно устроенном мероприятии нужно понимать главные принципы Для того, чтобы получить доверие к специалисту и в области здравоохранения Нужно, конечно, видеть, есть у него какой-то системный подход Или он ориентируется просто на подавление отдельных симптомов Ну, по-хорошему, если вы смотрите на эту пирамидку Смотрите на рекомендации, которые вы получили И видите, что из 12 пунктов внимания вы обратили на 6 Ну, милостью Божьей, конечно, вы себя, может быть, будете лучше чувствовать Но у вас будет все время такая ситуация, что неожиданно Вот с одним помогли, а другое откуда-то вылезло Потому что вот эта пирамида здоровья, она позволяет посмотреть на человека Как на реально существующего человека Не как на клеточную структуру в пробирках Не как на набор отдельных органов Как, знаете, про слона говорят Вот исследовали в темноте несколько человек Один за хобот подержался и подумал, что слон это хобот Длинный шланг Другой за ногу и подумал, что это похоже на курицу, только огромную Третий за хвостик и подумал, что это слон, это такая тонкая веревочка Понимаете, то есть мы с вами все-таки попытаемся посмотреть целостно И таким образом получим эффективность Таким образом все-таки будем заниматься настоящей медициной Для того, чтобы вам это все рассказать Помимо классического медицинского образования Я также получил еще степень мастер-сайенс в области курортологии То есть восстановление и реабилитация человека природными факторами Европейскую степень, как ни удивительно, по православному богословию в Париже И очень горжусь тем, что имею степень доктора натуропатии И в этом году еще для наиболее полного понимания все-таки того, чем мы занимаемся Получил еще дополнительную специализацию в области психотерапевтического консультирования Вот это все нужно для того, чтобы смотреть на заботу о здоровье комплексно Я не буду вам предлагать в этом видео свои собственные средства Хотя те, кто был на нашем канале, знают, что у меня есть свои формулы Что я практикующий специалист, со мной можно советоваться Но в данном случае я подойду как вице-президент Европейской академии доказательной натуропатии Как преподаватель Российского института инновационной натуропатии Подойду к этому вопросу немножко более общую Вы сможете вот по каждому из этих кирпичиков Натуропатической пирамиды здоровья Просто подобрать те методы, которые вам удобны И убедиться, что вы ничего не забыли Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Для того, чтобы вы, если все-таки захотите использовать мой подход Могли потом вернуться и увидеть дополнительные видео Которые углубляют, развивают каждую тему Потому что если я бы сейчас попытался рассказать вам Про каждый из этих 12 пунктов в режиме полноценной лекции То мы с вами бы затянули это видео на несколько часов Итак, поехали! Подписывайтесь, отмечайте колокольчик И разбираемся, без каких моментов нереально управлять здоровьем Может быть, это все не нужно Может быть, я выдумываю Поэтому два примера Пример номер один из практики Ко мне обратилась женщина Вернее, родственники женщины Она уже сама не способна обратиться История такова Лечили плечо-лопаточный пириартрит Лечили инъекционно неудачно Человек попал в больницу В больнице заражается коронавирусом Выписывают человека Но на фоне огромного избыточного веса На фоне того, что у человека выраженный метаболический синдром И никто ничего ей не посоветовал с этим делать В реальной жизни У нее развивается из низкого уровня воспаления Уже активное В итоге огромнейшая интоксикация Начинает отказывать почки Начинает отказывать печень На самом деле всего этого Можно было бы с большой вероятностью избежать Если бы доктор, который ей занимался Понимал бы От чего на самом деле зависит здоровье человека То есть смотрел бы на него комплексно Другая история 82 года Дорогая операция по замене аортального клапана Около 300 тысяч рублей стоит В ведущем медицинском учреждении Санкт-Петербурга Но поскольку к операции человека не готовили То есть надеялись чисто на медикаментозную подготовку Которая заняла 3-4 дня А человек до этого вообще никаким образом не менял своих пайвычек Никакой микрофлоры не менялось Ничего не менялось в питании Никаких тренировок, физической активности Ну ничего То соответственно после операции сердце слабое Пришлось устанавливать кардиостимулятор С этим успешно Сердце работает Но забыли в реанимации Забыли Я не понимаю как Но никто не обратил внимание на то, что человек ест в больнице Как много сладкого ему приносят родственники Что давая антибиотики Ему не назначили одновременно пробиотик В итоге диарея То есть понимаете Вот от таких мелких деталей Когда мы смотрим на человека целиком А не просто как объект для медицинской манипуляции Из этого формируется результат Можно потратить сотни тысяч рублей на лечение Но если вы упускаете какой-то из вот тех 12 кирпичиков О которых мы сейчас говорим Человек тем или иным способом ускользнет от эффективности Ниже расположен кирпичик Тем он важнее Тем больше будет неприятностей от его игнорирования И первый из кирпичиков Это генетика Сейчас не о том Что есть какие-то синдромы Врожденные генетические Которые требуют лекарственных препаратов Или вообще даже ничего с этим нельзя сделать Сейчас о том Что для каждого человека существуют особенности Они называются конституцией Врожденные конституции То есть скорость метаболизма Особенности микрофлоры Которые приобретаются у человека Вместе с генами Которые несет микрофлора Еще во время родов И в первые месяцы после родов Особенности психической реакции человека Ну все у кого больше чем там один ребенок Знают что Как ни удивительно Но дети почему-то все разные То есть вот воспитываются в одной семье Но у них есть свои особенности Нельзя одновременно Нельзя одинаково подходить к человеку Который генетически Например Крупнокостный Для этого человека И 10 килограмм избыточного веса Могут быть и ничего А вот например Для человека конституционально устроенного Как я 10 килограмм избыточных Это будет уже катастрофа И там 10 И здесь 10 Но Нужно учитывать особенности строения Как правило Когда назначаются Какие-то Лекарства Они еще пересчитываются На килограмм веса Когда мы начинаем использовать Природные методы Почему-то Нормальным считается Всем рекомендовать Что вот вы должны Например так питаться Или вы должны иметь Такую физическую активность На самом деле это неправильно И физическая активность И питание Соответствуют генетике человека Не по группе крови А в первую очередь По скорости метаболизма В практическом плане Конечно же Сейчас есть Многочисленные исследования Которые позволяют Понять Например Чувствительность человека К разным веществам К алкоголю К кофе К лекарствам То что заложено Именно на уровне генов С другой стороны Когда врач спрашивает На консультации У вас Чем болели ваши родственники Были ли у них там Инфаркты Инсульты Гипертония Рак Аллергия Мне всегда интересно Что он дальше С этим будет делать То есть Как изменится назначение Вы все прекрасно знаете Что никак То есть Это просто для статистики На самом деле Конечно же Если известно Что родственники К сожалению Рано ушли из жизни Болели Имели какие-то Ослабленные органы И вы тоже В общем-то С детства Не самый здоровый человек То это просто значит Что нужно Смириться С необходимостью Постоянной Регулярной профилактики Если вы Ей не занимаетесь Несмотря на генетические Предрасположенности То все остальные Высшележащие кирпичики Будут работать у вас Хуже Ну и задачи Нужно ставить Соответственно Исходному Уровню здоровья То есть Мы не ставим Своей целью Вечную жизнь Как у курса Какого-то Оздоровительного Да Мы ставим Задачу Приспособиться К тем Условиям Врожденным И к условиям Жизни Которые у нас Существуют Максимальным способом Потому что Можно и в сложных Условиях Се чувствовать Хорошо Можно и в тепличных Условиях Се чувствовать Плохо Условия жизни Это второй Кирпичик Поведу Один простой Пример Вот Обращается Женщина С Рецидивирующим Герпесом И Если бы я Не спросил Где она Работает И я бы Не знал Что она Продает цветы То я бы Сильно удивлялся Почему я Не могу Ей помочь А здесь Условия жизни Играет Решающую Роль Потому что Это постоянное Переохлаждение Для человека С подвижной Нервной системой С метаболизмом Который не обеспечивает Достаточно энергии И так Который мерзнет Это просто Приговор Соответственно Этой женщине Для того Чтобы ей помочь К сожалению Нет выхода Ей придется Менять работу Вот такие Вот моменты Как учет Климата Учет Условий работы Они крайне Важные То есть Если например У вас есть проблемы С метаболическим Синдромом И вы работаете По сменному графику Работаете ночами Боюсь Что это не подходит Есть много Таких вот моментов Которые стоит Обсуждать Со специалистом То есть Просто задавать вопрос А вот я Например Вот с моим набором Проблем Я веду Такой образ жизни Вот у меня Такие условия жизни Подходит мне Это или нет И честно И честно Использовать Все-таки Ответственно Относиться К этим Рекомендациям Потому что Жизнь Она всегда Дороже Конечно же Нужно учитывать Экологическую Нагрузку Потому что Когда мы Говорим О выведении Тяжелых металлов У человека Который живет В Москве В Петербурге Это одна история Если человек Живет В Нагильске Или в Мурманске Или в каком Другом месте Где Очень высокая Нагрузка Металлами Токсичными Это другая история Продолжительность Курса Будет разная И конечно Как мы теперь знаем Эпидемиологическая Обстановка Играет большое Значение То есть В те периоды Когда есть Высокие риски Заражения Какими-то Определенными Инфекциями То Главные усилия У человека Стратегические Нужно направлять Не на то Чтобы Может там Продонтоз Вылечить Тоже важно Но И не затевать В этот момент Протезирование Зубов Или какие-то Операции По имплантации Молочных Желез Которые Могут ослабить Организм И прочие Такие вот вещи Напрягающие А в этот момент Нужно сосредоточиться На предрасполагающих Факторах К тяжелому течению Такой инфекции Вот например В настоящее время Это Инсулинорезистентность Метаболический Синдром Лишний вес И нарушенная Микрофлора Кишечника И ходим на следующий Уровень И говорим О целях в жизни Левка целей Зачем Мне нужно здоровье? Казалось бы Дурацкий вопрос Но это Поинципиальная История Для того Чтобы вам помочь Для того Чтобы выйти За границы Для того Чтобы поправиться Нужно выйти За границы болезни Для того Чтобы выйти За границы болезни Нужно точно понимать А что будет После нее То есть Что я буду делать Такого Чего я сейчас Не могу делать Таким образом И потом будем говорить Про ограничивающие убеждения Таким образом Мы сформируем Правильную доминанту Которая будет за собой Тянуть Функцию Гормональной системы И цели в жизни Это вообще Про настройку Нервно Нейрогоморальной Регуляции Той Которая в любом Учебнике по физиологии Отмечена Как главный Вообще Способ Управления Функционированием Человек Человек Это единственная Зверюшка Которая Умеет Ставить цели Себе Долгосрочные И вообще Искать свое место В жизни Все остальные Интересуются Цели у них Такие Как добыть еду Как там Убежать от опасности Как продлить свой род Ну такие Краткосрочные Мы Даже если мы Не хотим Над этим думать То у нас Все равно Появляются мысли О целях Долгосрочных И Вот если мы Эти мысли Усиливаем Развиваем То есть Есть разной степени Депрессии Которая может Мешать Человеку Поправиться Первая мысль Я такой Никогда не была Хочу что-то Изменить Это классная Стадия Это отлично Потом уже Может быть Субклиническая Депрессия И уже Такая вот Депрессия Когда человек Лежит На диване На кровати И вообще Даже не в состоянии Начать думать О том Что ему Сделать Поэтому Вот оценка В какой стадии Вы находитесь Это очень важно Потому что у нас Уровень Депрессии Крайне высокий И поэтому Просто советовать Человеку Попейте Витамин С Или попейте Витамин Д Или Иглорефлексотерапию Поделайте Висцеральный массаж Кишечник Чтобы нормализовать А при этом Ничего не меняется Именно в цели Полаганий Это очень опасная Практика Потому что Время затягивается Может вам нужно Общаться с психологом С психотерапевтом Со священником Сейчас А вы Делаете Просто Ну Как бы Игнорируете Сам факт Вот этого Отсутствия У вас Цели Поэтому ответ На вопрос Зачем мне нужно Здоровье Точный Абсолютно ясный Вот чтобы на листочке Написать Что я буду делать Какие у меня есть мечты Что меня зажигает Это очень важно Ограничивающие убеждения Это про Эмоциональный интеллект Потому что Мало Что человеку Мы посоветуем Что делать Это следующий кирпич Важно же Чтобы Вы это делали То есть Для этого Нужно отделять Например Ощущение от фактов То есть Есть такой эффект Нацебу Это научный факт То есть Когда Какое-то средство Которое не может Вызывать таких Побочных эффектов А вот у вас Оно их вызывает К чему это приводит Приводит к тому Что вы не можете Использовать Эффективные средства А это только кажется Что их очень много Вот какой хочешь Такой выбирай На самом деле Эффективных средств В каждой группе Не так много 3-5 разных Натуропатических средств Эффективно влияющих На воспаление Прямо сильно эффективно Соответственно Если вам кажется Что Они вам не подходят Ну Тогда непонятно Что делать И вот этот перебор Разных средств Это очень Неприятная Для специалиста История Потому что Вы никогда не знаете Вы-то знаете Что так быть не может А вот человек Не знает И Прислушивается К своим ощущениям И они его подводят То есть умение Отделять ощущения От фактов Это очень важная История Ограничивающие убеждения То есть Например Представление О том Что все натуральные средства Не помогают Это БАДы Они бесполезны Для человека Вот откуда-то возникло Такое Мы этому следуем Или Что больше Там Трех Лекарств Я пить не буду Или Что я не могу Проглатывать капсулы Или Ограничивающие убеждения Такие Мировозагенческие Что В медицине Одни жулики Вот И я перебираю Разных специалистов И вот Все жду Когда меня тут Обманут Например Кроме того Эти ограничивающие Убеждения Отсутствие целей Не позволяет Сформировать Доминанту В головном мозге Это явление Открыл Один из моих родственников Профессор Васильев В начале 20 века И академик Ухтомский Уже назвал это Словом Доминанта Как мы и теперь знаем В нейрофизиологии Суть в том Что На чем человек Концентрируется В результате Этого Образуется Очаг возбуждения В коре больших Полушарий Головного мозга И он Берет на себя Управление Организмом То есть Он стимулирует Те или иные функции То есть Если мы Концентрируемся На Страхах То На Мысли Что у нас Ничего не получится То на самом деле Так оно и будет Организм будет Через гормональную систему Через Вегетативную нервную систему Вызывать Спазмы Ухудшение Кровообращения И создавать Какие-то Неприятные ощущения Которые будут Нам мешать Продолжать курсы И в общем Ничего из этого Не выйдет Доминанта Должна быть За границами болезни То есть Как еще раз Я сказал В начале Этого Блока Вы должны Четко себе Представлять Что будет Когда Уже Все хорошо То есть Вы должны Выйти За пределы Слово Болезнь Лечение И Ваши мысли Должны Убежать Вперед Такой Неприятный Кирпичик Как Образ жизни И качество Сна Почему Неприятный Потому что По статистике 80% Людей Нуждаются В будильнике То есть Люди Не просыпаются В то время Когда хочет Их организм По статистике Только 5% Людей Способны Спать Менее 6 часов В реальной Жизни Мы знаем Что мы Ложимся Очень поздно И Кстати Вероятности Метаболического Синдрома От которого Сейчас Не от Самого Вируса А от Тяжелого Течения Связанного С метаболическим Синдромом С инсулинорезистентностью Страдают Люди Так вот Вероятности Метаболического Синдрома В разы Выше У тех Людей Которые Спят Менее 6 часов Или более 9 часов То есть Нормальный сон Это 7 часов И засыпать До полуночи Есть отдельное Видео на эту Тему Посвященное Так называемой Проблеме Сов и Жаворонков Вы можете Посмотреть на Канале Доктор Соколинский Не буду Сильно углубляться Но Суть заключается В том Что Регуляция Мелатонина Играет Огромное Значение На Функцию Нервной Системы На иммунитет На риски Опухолеобразования На тонус сосудов На обмен веществ Поэтому Если у вас Нарушено Качество сна Даже речь идет Не только о продолжительности Но еще и о глубине То есть Вы встаете По ночам То Все методы Которые вы Применяете Они могут быть Менее эффективными Более слабыми Чем могли бы быть Поэтому Нормализация Сна Если мы Уже Выходим На практические Действия Не связанные С психологией А связанные С образом Жизни Это Важнейшее Первейшее С чего Нужно начать Прежде чем Вообще Тратить Первую Минутку И первую Копеечку На свой Здоровительный курс Следующий кирпичик Это Про питание Два Любимых Заблуждения На эту тему Первое Это то что Можно Только одним питанием Решить Все проблемы Особенно Если Например Речь идет О Иммунитете Пищеварении Или Аллергии Это Не Так По одной Простой Причине Что Современное Питание Это Не Просто Набор Белков Жиров Углеводов И даже С учетом Там Пигментов И других Минорных Компонентов Которые Можно Подобрать Для человека Оптимальным Способом К сожалению Современное Питание Оно Очень Технологично То есть Даже если Вы покупаете Продукты С маркировкой Био Это Совершенно Ну а это Мало кто Так питается Практически Это Единицы Но Но даже Если Так То Вы Никак Не Можете Гарантировать Что В Двух Помидорах С маркировкой Био Будет Одинаковое Сочетание Там Например Ликопина Действующего Вещества Которые Помогают При Опухолях Предстательной Железы И так Далее То есть А уж Я не говорю Об обычных Продуктах То есть У вас Может быть В молоке Техпроцентной Жирности В одном Достаточно Белка А в другом Недостаточно Вы не можете Это контролировать Потому что По этим параметрам Продукт Не стандартизирован Ну и Ясное дело Что большинство Всяких Токсических Веществ Попадает В наш организм Именно с продуктами Питания То есть То что Их Обрабатывают Поливают Кормят И Удобляют Разными Веществами Которые Способствуют Лучшему Росту И Защите От Войдителей Но Не Способствуют Тому Что у нас С вами Чистый Организм Наоборот Он с высокой Степенью Интоксикации Внешней Второе Заблуждение По поводу Питания Заключается В том Что Любая Диета Она Досадное Недоразумение Вообще Против Слова Диета Нужно Говорить Не о диете А о питании То есть Питание Это надолго Диета Есть такое ощущение Что Какое-то время Вы Поиспользуете Вот эти Полезные продукты Исключите Неполезные И Потом Можно вернуться К обычной жизни И вот Человек уже Как подшитый Алкоголик Чуть ли Не на календаре Отмечает Когда Можно будет Наконец-то Как раньше Именно в этом Проблема Потому что Диета Как таковая Она напрягает Ваш мозг Она Напрягает Вашу психику Она заставляет Вас Делать то Что вам Не нравится Если вы Двигаетесь По пути Разнообразного Питания То Более-менее Полезного Без Таких Очень Жестких Ограничений То Это вас Не мучает И вы Так можете Всю жизнь Питаться Ну С какими-то Там Небольшими Загулами Скажем так На денек На праздник Который Вам организм Простит Если вы Сидите на Жесткой диете А потом Возвращаетесь К обычному Питанию То у вас Моментально Все ваши Достижения Пропадают Элиминационная Диета Вот это Единственное Где Обосновано Что такое То есть Когда вы Исключаете Определенные Продукты Не разнообразное Питание А вот Некоторые Просто Жестко Запрещены Ну Классические Примеры Элиминационной Диеты Это Исключение Быстрых Углеводов То есть Сладкого Мучного И Уменьшение Фруктов С Ее помощью Стараются Например Справляться С метаболическим Синдромом И С Проблемами Грибковых Инфекций С кандидозом Но Вот Недавно Я услышал У Анчи Барановой Уважаемого Мною Биолога Информацию О исследовании Которая Показывает Что Со Современем Через Несколько Месяцев Элиминационная Диета С ограничением Углеводов И Как Сейчас Модно Говорит Фудмап Диета Она Перестает Действовать В отношении Кандида То есть Грибы Поиспосабливаются И Научаются Получать Для себя Питательные Вещества И даже Без Сахара Элиминационная Диета На короткие Периоды На несколько Месяцев В остальном Разнообразное Питание Которое Содержит Достаточное Количество Клетчатки Которое Поддерживает Микрофлору Кишечника И Ну вот Реально Чем больше Разнообразия Тем лучше Без Уклонов Какие-то Отдельные Продукты Растительной Пищи Больше Чем Животные Я не Сторонник Веганства Простите Меня Пожалуйста За это Убеждение Специалиста И Просто Ограничиваем Мусорную Еду Скажем Да Которую Все Понимают Что Это Можно Себе Позволить Раз в Месяц Не Чаще Чиская Активность Оказывает Влияние Так же Как и Питание На Все Процессы Фон На Метаболизм И даже На микрофлору Разная микрофлора У людей С разной Физической Активностью Потому что Все наши Органы Подстраиваются Под Физическую Активность Человека Соответственно Подстроиться Они не могут Только под Одно Под диван Поэтому Главное Правило Какая должна Быть Физическая Активность Она должна Быть Регулярной То есть От Двух Тренировок В неделю Высоко Интенсивных А все остальное Время Мы проводим В офисе И ездим В машине Толка Нет Второе Она не должна Быть истощающей Физической Активности То есть Нужно Учитывать Вот первый Кирпичик Свою генетику Свою конституцию Своё телосложение Свой тип Обмена веществ То есть После Тренировок Вам Не должно Быть Плохо Если это Не тренировки А обычная Жизнь Вот например В моей жизни Роль Физической Активности Выполняет Стройка Я вам могу Мог бы Не буду Мог бы Рассказать О том Как Например Изготовление Декоративной Штукатурки Влияет На дельты Позитивно Или Замешивание Бетона Как позволяет Снизить Сахар И Хористеин В крови То есть По хорошему Разные виды Вот такой Просто Бытовой Нагрузки Они Они Тоже На свежем Воздухе Особенно Если Еще С хорошим Настроением И Правильным Питанием Как Они Могут Помогать Но Если Мы Говорим Вот О том Что Все Так В городских Условиях То Старайтесь Все равно Использовать Интервальные Нагрузки То есть Когда Вы Напрягаетесь Потом В более Спокойном Темпе Это Можно Агриизовывать Например С помощью Подъемов Спусков По Лестнице Это Нужно Смотреть Чтобы Та Нагрузка Которая У вас Есть Она Не Разрушала Ваше Здоровье Потому Что Если Вы Будете Бегать Например По Твердой Поверхности Продолжительно То Вы Просто Разобьете Все Колени В Каждой Ситуации Вот На Консультации Мы Можем Найти Способ Нагрузки Который Вам Доступно И Подходит Даже Для Человека Который Лежит После Инсульта И То Можно Придумать Физическую Нагрузку Любимая Моя Тема Естественно Это Хроническая Интоксикация И Детокс Который Должен Быть В Любом Курсе Потому Что В Современной Цивилизации Мы Имеем Повышение Количества Токсичных Продуктов Которые Нас Окружают Над Возможностями Детоксикации Организма Поэтому Когда Есть Какие-то Особо Выдающиеся Случаи Например Хроническое Воспаление Или Подготовка К Прививкам Или Когда Вы Принимали Антибиотики Или Когда У вас Были Какие-то Курсы Химиотерапии Или Вы Живете В Экологически Неблагополучном Районе Или У вас Есть Профессиональные Вредности Вот Во всех Этих Случаях Нужно Понимать Что Хроническая Интоксикация Она Имеет Эпигенетическое Влияние То есть Вот Есть Генетика Есть Гены Которые Передают Информацию От Родителей К Детям Но Каждый Ген Он Может Работать Или Не Работать Включаться Или Не Включаться Есть Эпигенетика То есть Через Метилирование Генов Некоторые Предрасположенности Они могут Реализоваться А могут Нет Так Вот Воздействие Разных Токсичных Веществ На Клетку Может Быть Эпигенетическим То есть Может Активировать Нежелательную Предрасположенность Или Наоборот Не давать Нормально Функционировать Правильному Процессу В организме Полютанты Загазнители Они Имеют Проактивное Действие По отношению К воспалению Они Индукторы Воспаления В организме Низкоуровневого Воспаления Свободно Окислительных Процессов Перекисное Окисление Липидов Побождение Фосолипидной Оболочки Клеток И Поэтому Все Великие Медицины Мира Айурведа Тибетская Медицина Классическая Русская Фитотерапия Они Учитывают Момент Детоксикации Другое Дело Что Грамотный Специалист Должен Понимать Уже Сегодня Что Детокс Это Неразовое Меропоятие Его Делать Это Процесс В котором Принимают Участие Продукты Питания Это Через питание Поддержка Нормальной Микрофлоры И На начальном Этапе Эйбиоз Перезагрузка Микрофлоры Активизация Своих Дружественных Бактерий Подавление Условно Патогенных Чтобы они Постоянно Не вырабатывали Не выделяли В кровь Свои Продукты Жизнедеятельности Токсичные Это Устранение Синдрома Повышенной Проницаемости В кишечнике Так называемого Синдрома Дегиалового Кишечника Хотите Посмотрите Видео Про Синдром Дегиалового Кишечника Про Причины Аутоиммунных Нарушений Как это Сегодня Видит Современная Наука Это Тоже Все Осуществляется Через Микрофлору На Влияние На Качество Микрофлоры Оказывает Влияние Не только Питание Физическая Активность Чтобы Она Выполняла Свои функции Детокса Органа Детоксикации А еще И определенные Вещества То есть Например Добавляя Омега-Ти кислоты В пищу Куркумин Хлорелу Спирулину Можно Активизировать Поддерживать Нормальную Дружественную Микрофлору Потом Конечно же Большое Влияние На Качество Детокса Оказывает Качество Желчи А качество Желчи От чего Зависит Опять же От микрофлоры Кишечника Потому что Нарушает При повышенном Газообразовании При повышении Давления В 12-перстной Кишке Хуже Отделяется Желчина С большей вероятностью Застаивается С большей вероятностью Образуется Сладж Так называемый О нем Тоже есть Отдельное Видео Можно посмотреть На канале Ну и Конечно же От работы Печени Поэтому В детоксе Всегда Печень Состояние Кишечника Есть запоры Нет запоров Какое состояние Микрофлоры Это имеет Решающее значение Очищение На уровне Крови Которое Мы проводим Например С помощью Застегиума Это уже Связывание Токсических Веществ Вот оно Короткое А основной Процесс Он идет Постоянно На уровне Печени Почек И Кишечника Поэтому Просто В любой Нотуропатический Курс Мы обычно Включаем Одни Те же Вещества Которые Работают В нескольких Направлениях Мы потом Будем Говорить О Противовоспалительном Действии Мы будем Говорить О Пищеварении Мы будем Говорить Сейчас Продолжим Говорить О микрофлоре И мы будем Говорить О уровне Стресса И вы с удивлением Обнаружите Что я Перечисляю Одни и те же Вещества Они же Участвуют И в детоксе Поэтому Вот те Кто боялся Что вам Придется Применять 12 разных Препаратов В результате Того Что я вам Скал 12 кирпичиков Нужно Учесть В процессе Можно Ужить Выдохнуть Нет Их гораздо Меньше Эффективных Подтвержденных Исследованиями Натуральных Средств Так вот Для того Чтобы Мы С вами Поддерживали Отдельный Орган Микрофлору Почему Отдельный Орган Потому что Огромное Количество Клеток Это Сейчас Воспринимается Микробиота Воспринимается Как Отдельный Орган То есть Фактически Представьте Какое Количество Зверья Да Вот Какой-то Другой Другой Жизни Живет В нашем Организме У них В 100 Раз Больше Генов У этих Микробов Чем У наших Собственных Клеток То есть Это Вообще Научная Ненаучная Фантастика Да Но это Так И Соответственно Она Оказывает Влияние И на все Воспалительные Процессы На наше Настроение На качество Пищеварения Без Нормализации Микрофлоры Мы не можем Подойти К решению Проблемы Сниженного Иммунитета Метаболического Синдрома Гипотириоза Проблемы Нейродегенеративных Заболеваний Атеросклероза То есть На все Вот это Оказывает влияние Данный орган Соответственно Есть соблазн Что можно Его регулировать Очень четко И получить Запрограммированный Результат Нет Но В практическом Плане Насильно Изменить Микробиом Невозможно То есть Возможно Только создать Общие Обратите На это Внимание Условия То есть Питание Богатое Растительной Клетчаткой С ограничением Фудмап Это Углеводы Быстрые Сладкое Мучное И так далее И Достаточная Физическая Активность Снижение Уровня Кортизола Негативного Влияния Стресса И поэтому Даем Широкого Спектра Действия Пробиотики Поэтому Здесь Срабатывает Так называемый Эффект Творца Мы создаем Условия Дальше Все работает Само Но Если мы Не создадим Эти условия И не восстановим Микробиоту Или Например Не Не Получится При Синдроме Избыточного Бактериального Роста Сначала Подавить Патогенную Микрофлору Которая Мешает Восстановиться Нормальной То У нас Опять Рассыпается Все здание На самом деле Вот эти Четыре Пункта Стресс Эмоции Пищеварения Микробиота И уровень Воспаления Это На самой Вершине Пирамиды Четыре Кирпичика Между которыми Гуляет Ветер И Там Абсолютное Взаимное Влияние То есть Вот Если у вас Синдром Раздраженного Кишечника То Вы Можете Например Улучшить Пищеварение У вас будут С целями В жизни Все в порядке Вы будете Заниматься Физической Активностью Но Например На начальном Этапе Не включите В свой курс Средства Которые Снижают Кортизол То есть Уровень Стресса Или Не Нормализуете Ситуацию С микрофлорой С помощью Пробиотиков Ограничитесь Только питанием И физической Активностью Ничего Не выходит Поэтому Вот на эти Четыре пункта Мы действуем Одними и теми же Средствами Как правило И они Взаимно Влияют Удача Восстановление Микрофлоры Так же Как и в питании Это обеспечение Ее разнообразия Соответственно Когда у нас Несколько 5-6 штаммов Лактобактерий 5-6 штаммов Бифидобактерий По каждому из них Есть исследования Которые показывают Что они В принципе Проявляют Там Хотя бы В пробирке С какие-то Определенные Свои заданные Свойства И они Мало Чувствительны К желчным Кислотам И к желудочному Соку То Вот Такой набор Из 10 15 Ну там 8 9 Ну по крайней мере Это вот в районе 10 штаммов Полезных бактерий Это первый Признак Качественного Пробиотика Вторая Второй пункт Это дозировка 10-9 степени Сейчас в России Начали Занижать Пререгистрации И Заставляют Указывать Меньшую дозировку Даже чем на самом деле Есть Вот мы с этим Столкнулись Например Но По сути 10-9 степени Это правильный Дозировок И Очень важно Учитывать Продолжительность Приема То есть Не больше чем 2-3 месяца Одна Группа Пробиотических Бактерий Может быть В организме Потому что цель Пробиотика Еще раз говорю Обеспечить разнообразие Подавить активность Тех Патогенных Микроорганизмов Которые У вас есть И Обеспечить Так называемые Постбиотики Вещества На которых Будут расти Другие Бактерии Мы ни в коем случае Не хотим Чтобы у нас Именно Только эти штаммы Заселились А другие Там Как-то себя Плохо чувствовали Уже давно Я не встречал Информации О Жидких Формах Потому что Они требуют Живых Потому что Они требуют Очень Серьезных Условий Хранения В холодильнике При транспортировке Они легко Погибают Поэтому Стандартная практика Это Леофильно Высушенные Формы В капсулах Низкоуровневые Воспаление Это Главная Основа Сейчас Для Существующих Хронических Заболеваний Починами Является Нарушенная Микрофлора Перекис Вместе Вместе Взятой Систентность Заболеваний Повышенной Проницаемости Кишечника То есть Если наладить Состояние Микрофлоры Снизить Уровень Вяло Текущего Низкоуровневого Воспаления Вы себя Будете чувствовать Стратегически Гораздо лучше По многим Вообще Пунктам Поскольку На Низкоуровневое Воспаление Можно Воздействовать Чай с кишечник То это Значит Микрофлора Но Кроме того Еще есть Специфические Вещества Которые Помогают Улучшать Состояние Пареинсулинорезистентности 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 Отдельное Видео Есть на канале Но я просто Перечислю Что это Омега-3 кислоты Из рыбьего жира Это альфа-липоевая Кислота Подтвержденное Действие Куркумина Влияние На Низкоуровневое Воспаление Инсулинорезистентности Оказывает Достаточный уровень Цинка Витамина Д И Уровень Кортизола На него Можно влиять Тоже На Уровень Гормона Стресса Многие Пробиотики Обладают Метаболическим Действием Например В составе Нашего Соединства Баланс Адванс Пробиотик Содержится Штамм МЕ3 Для которого Подтверждено Метаболическое Действие Кроме того Джимнема Кроме того Растительные Волокна Ну например В том числе Псилиум Понять Что у вас Есть проблема С Низкоуровневым Воспалением С Реактивный белок В анализах Но ультра Чувствительным Способом Гликированный Гемоглобин И Общий уровень Иммуноглобулина Джи В анализах Вам тоже Покажет Качество Пищеварения Это Еще один Кирпичик Начинается С Пережевывания Пищи То есть Когда мы Медленно Пережевываем Мы Облегчаем Жизнь Своему Желудку Который Так терпит У нас От стресса И других Пайчин Соответственно Если у нас Нормальная Кислотность Желудочного Сока Посмотрите Видео Про пониженную Кислотность Про трофический Гастерит Там Уже Сразу Мы Получаем Защиту В отношении Микробов Мы получаем Более правильную Формулу Крови Усвоение Витаминов И Нормальное Переваривание На этом Заводит Дальше То есть Вообще Воспринимать Отдельно Желудок Отдельно Поджелудочную Печень Желочный Пузырь Кишечник Нельзя То есть Восстановление Пищеварения Осуществляется Только комплексно Начиная От пережевывания И от того Какая у вас Микробная Флора Вот в полости рта То что вы Глотаете все время То есть На вас может Никто не чихать Но вы Глотаете Столько Всякой Инфекции Что Соответственно Этому Нормальной Микрофлоры Уже Не будет Дальше Потом Состояние Желудочного Сока Если Кислотность Постоянно Подавляется Антоцидами Без Ответа на вопрос А почему Она вдруг Эшила вас Повышаться Может быть Стресс влияет Может быть Микрофлору Нужно Нормализовать А мы Просто Подавляем Рано или поздно Мы приходим К Атрофическому Гастриту И на фоне этого Иске опухолеобразования На фоне этого Никакого Нормального Поступления Питательных Веществ Пищеварение Нам нужно Для того Только Для того Не для того Чтобы получать Удовольствие К сожалению А только Для того Чтобы обеспечить Нас энергией Соответственно Если Мы не в состоянии Переварить То что мы съели У нас Дефицит ферментов Из-за того Что поджелудочная Работает Недостаточно Она постоянно Повреждается Забросами желчи У нас Хронический Панкреатит Из-за того Что у нас Желочь Застойная И выбрасывается Не тогда Когда нужно Переваривать А когда Вот просто Ну как Получилось Да вот Что-нибудь Чуть-чуть Жирненько Съели Или Неловко Повернулись И вот Залпы Выброс И мы Сразу Бежим В туалет Ну вот Смотрите Мы уже На вершине Пирамиды То есть Если Мы Фактически Предыдущие Кирпичики Не игнорировали То С большой Вероятностью У нас Уже Качество Пищеварения Лучше Остается Последний Пункт Да Ну естественно Я Вот мой тест Например На сайте Центра Соколинского Он начинается С вопросов О Нормализации О стуле Есть запоры Или нет Есть расстройство Или нет Потому что Это крайняя степень Проявления Если у человека Есть запоры Человек Плохо Спит Например Даже Вот этих Двух Вопросов Понятно Чтобы догадаться Что у него Будут Скорее всего Иммунные Проблемы У него Будут Проблемы С риском Сахарного Диабета С опухолеобразованием Потому что Это хроническая Интоксикация 100% Есть Нарушенная Функция печени 100% Есть И нарушенная Микрофлора 100% И значит Человек Скорее всего Неправильно Питается И у него Скорее всего Что влияет стресс Еще один кирпичик Да на все влияет То есть Процентов 70-80 Заболеваний Хронических Психосоматические И Мы с вами Имеем свободу Как реагировать То есть Если раньше Стресс Обозначал Физическую опасность Для здоровья И для жизни То теперь Это Весь вопрос Нашей оценки То есть Мы Имеем свободу Никто не может Отнять у нас Свободу Так или иначе Оценивать События Обстоятельства И реагировать На них Так как Мы считаем Нужным К сожалению Часто Это Неправильные Привычки И поэтому У нас Уровень Кортизола Повышенный Достаточно Постоянно И не тогда Когда нужно Чтобы активизироваться Утром А вечером Соответственно Ранняя гипертоническая Болезнь Метаболический Синдром А я вам говорил Что он В итоге Приводит К Самым Главным Сейчас Проблемам Со здоровьем То есть Избыточный Вес Инсулинорезистентность Сахарный Диабет В конечном итоге Это Повреждение Сосудов Это Нарушенный Иммунитет Это Высочайшая Опасность Вот при Нынешней Эпидемиологической Ситуации Поэтому Вопрос Работы Со стрессом Он Из двух Частей Первая часть Это нужно Работать Со своими мыслями Появичными Реакциями И ограничивать Те эмоции Которые вызывают Самые Большие Повреждения Которые Как бомба Разрываются В организме Это Эмоции Уныния Страха Раздражительности Ну Как версия Агрессии Да Это У нас Открытая Агрессия Сейчас редко Все-таки Мы ее себе Как-то Подавляем Соответственно Это у нас Раздражение Постоянное И осуждение Антагонисты Этих эмоций Как их можно Вытеснить Исходя из Теории Академика Уфтомского О доминанте Вытеснить Невозможно Перестать Быть Каким-то Можно Стать Другим Как это Сделать Ну Искать Поводы Для Благодарности Искать Поводы Для Доверия Доверия От слова Вера Тут уже Можно Дальше Глубже Размышлять С точки Зайни Физиологии Есть Вещества Которые Снижают Раздражающее Действие Стресса И не дают Кортизолу Так быстро Подниматься То есть мы С одной стороны Становимся Немножко другим Человеком Психологически А с другой стороны Все-таки Мы же люди Мы же люди А люди Это значит Мы несовершенны Мы не идеальны Поэтому У нас Все равно Бывают Какие-то Тяжелые Периоды Можно Регулировать Если у вас Очень ответственная Работа Например Или вы В принципе Пока не Разобрались Со своим Синдромом Отличницы То можно Регулировать Уровень Кортизола С помощью Специальных Веществ То есть Вот например В системе Скоринского Мы используем Биолана И стартим Антистресс Но Можно Тренировать То есть Можно Через спорт Есть разные Техники Дыхательные Практики В любом Случае Главное Чего нельзя Делать Это Игнорировать Того Что вы Чувствуете Внутреннее Напоряжение Потому что Оно Как я Сказал Приводит К вполне Физическим Нарушениям Аутоиммунным Нарушениям Нарушениям Спазмом Сосудов И Через Спазмы Сосудов К нарушению Микрофлоры А мы С вами Говорили Что Вот все Что Ниже Оно Важнее То есть Стресс Оказывает Влияние На микрофлору Но и Микрофлора Потом По кругу Оказывает Влияние На уровень Вашего Эмоционального Состояния Потому что Вырабатывает Серотонин Гормон Удовольствия Можно так Сказать Вещество Нейротрансмиттер Удовольствия И гамма-аминомасляную Кислоту Тормозящее Вещество Которое Позволяет Вам Нервной Системы Соответственно Не жить Постоянно В состоянии Спазма И каких-то Ощущений Своих Внутренних Органов Все Четыре Верхних Кирпичика Очень важны Но над ними Есть результат Это Управляемое Устойчивое Здоровье Мы сегодня Не говорили О вечной жизни Она есть Но не На земле Мы с вами Говорили О том Как управлять Своим Здоровьем Рационально Расходовать Свои Финансы Время Чтобы Не упустить Те важные Факторы Которые Влияют На здоровье И в результате Добиться Максимальной Стабильности Исходя Из возможностей Которые Заложены Генетикой И условиями Жизни В которых Нам приходится С вами Существовать Почему На мой взгляд Стабильное Устойчивое Здоровье Не находится Маленьким Таким Пунктиком На вершине Пирамиды А выходит За его Пределы Потому что Ну Я вам говорил Что У меня есть степень По богословию И вся жизнь И моя практика Как специалиста Убеждают меня В том Что Есть Что-то высшее Над нами Которое мы Каждый называем Своим словом Но Оно от этого Не перестает быть Над нами Не перестает влиять На нашу жизнь И вот это вот Божественное Оно Может При Нашей попытке Все-таки Стараться Делать Делать Какие-то Правильные вещи Оно может Нам помогать И Соответственно Понять мы его До конца Не можем Но Очень Правильное Ну Просто по одной Простой причине Потому что Оно над нами Не мы его создали Оно у нас Поэтому Самая психотерапевтичная Мысль Которую я Совет Предлагаю Своим Пациентам Обычно Это Делай Что Должно И будь Что будет То есть Не создавайте Себе Избыточный Избыточных Страхов От того Что Вы Ну вот В каком-то Пункте Из этих Двенадцати Не достигли Совершенства Может быть Где-то Чуть-чуть Нарушили Что-то Пойнили До еды Как вам Доктор Сказал А надо было После еды И так далее Поверьте мне Что если вы В целом Будете следовать Разумной Системе И главное Будете Что-то Вот это Разумное Делать Регулярно Это В конечном Итоге Гораздо Ценнее Чем Вы будете Совершать Хаотичные Действия Или Будете Следовать Ну вот Исправлять Только один Момент Из Двенадцати Или там Несколько А остальные Будете Игнорировать Потому что Они вам Ну не понравились Ну не хочу Ничего Менять Себе Хочу Сделать Вид Что питание Неважно Или физическая Активность Ну не могу Сейчас себе Позволить Если Вы будете Делать В большинстве Своем Стараться То что Правильно То есть Какой-то Вот такой Эффект Творца Который Нам с вами Помогает И В любом Случай Вот знаете Если Выбирать Верить В то что Может быть Все И То что Для нас В общем-то На небе Хотят Лучшего С точки Звения Психотерапии Однозначно Лучше Верить Потому что Иначе Нужно Верить В то что Может быть Все Но все Будет Плохо Потому что Вокруг Нас Мы видим Скорее Подтверждение Такого Подхода Но я Сталкиваюсь С разными Людьми И Обращаю Внимание На то что Люди С Открытым Взглядом На жизнь И Надеждой Верой И Любовью Всегда Легче Переносят Какие-то Тяготы Дня Даже Если Случается Какая-то Болезнь Она Гораздо Легче Разрешается Поэтому Ну вот Как хотите С какой стороны Хотите Со стороны Богословия Хотите Со стороны Психотерапии Мне кажется Что Не надеяться Исключительно На свое На свою Гордость На свое Понимание Прислушиваться К специалистам Которые Как вы видите Все-таки Хотят вам Чего-то Доброго Да Стараются Разбираться В своем Предмете Тоже Стараются Следовать Тем же Принципам Это Стратегически Правильнее Чем Биться Только Своими Силами С болезнью Находясь Внутри Этой Болезни Задумывайтесь Над этим Тоже Пожалуйста Будьте здоровы Берегите Себя И Если у вас Возникнут Вопросы Будут рад Вам Продолжение следует...